Телефон потребовал очистки, столько видео не влезает. Белоник с Ригио, Магдаскар. Да, родом с Мадагаскара это дерево. Тут всякие кастрюльки, швейная мастерская. Как они мне сшили платье, это вспомнить невозможно. Вместо пояса на талии, они сделали пояс наоборот. Но обычно в талии, как бы, уже, да, вот само платье, представим, что платье это мешок. В талии оно обычно уже, отрезная талию. Мне отрезали и сделали наоборот, то есть мешок наоборот, то есть шире. Это вообще, будто бы у меня, знаете, подспасательный пояс, который я с собой ношу, знаете, из пенопласта такой. Я посмотрела, тогда были другие времена, я не очень переживала за те деньги, в принципе, это не так дорого. Я посмотрела, сделала квадратные глаза и оставила то голубое платье, типа носите сами. Ну вот было такое. Это было как раз здесь, около рынка Суммаш. Ой, я бы хорошее какое. Пустой город. Вот что и грустно. Только что разговаривала с отечественником, у которого ребенок. Здесь вот в Вьетнамке. В Вьетнамке тоже очень тяжело, очень сложно. Балет откроешь, но вот. Больше проблем, чем может себе представить. Да? Пентяо! Лучше работают. В Калифорнии 50. Но это не Калифорния. Это другая. Но, в принципе, у них все все удобно. Выгвали. Был дело. Открылось новое кафе. Тут постоянно что-то открывается. Мини-ферма. Миньхуа. Четыре сезона. Что там есть? Ну да, салат лежит. Видят, сидят. Синьцяо! Синьцяо! Быстро отремонтировали. Я только видела, там стройка была. Нет, ну у кого... Деньги есть, они, увы, остались. В принципе, идет просто такое... Перераспределение. Что было связано с туристами. Всем очень грустно. А в некоторых других сферах, наоборот, наблюдается подъем. Смотря... Синьцяо! Синьцяо! Охранник такой, дружелюбный. Дом-бук. Дом-бук. Апартаменты. Потому что я тут была совсем не дома. Они что-то все перестраивают. С такой бешеной скоростью. Перестраивают, переоборудуют. Вот что у нас без изменений. Народа меньше, но вечером здесь так же едят, пьют, пиво едят. Вот тут без перемен. Что вам еще показать? Где по улице Бачдам? Опа! Ой, извините. Ну да, они как-то очень оригинальные девушки тут едут. Они стараются, видно, ни сном, ни духом не показать заранее, куда они поворачивают. Лейдунг. Корейский ресторан. Опа! Из-за каяки вами. Переоборудовался. Отлично. Не пустует ресторан. Ники-китуре. Очень прикольно. Так, а как работают? Вот так. С пяти до двадцати трех. Все. Японские. Японская кухня. Отель Лича. Красавец. Пустует. Глухо. Да все пустует. Кофе СССР, который вьетнамцы используют для каких-то деловых переговоров. Мега-воркшоп. Будет, наверное. Шьют, 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 шьют. В каждом подвале что-то шьют. Шитье и стройка. Это работящие люди, конечно. Вот. Что делать? Знаете, мы когда-то смеялись. Серьезно. Даже анекдоты же были. Смеялись. Вот, китайцы работают по 16 часов. Таксисты. Спят в багажнике. Меняются. Сначала один спит в багажнике, потом другой спит в багажнике. А теперь вы сами видите. Эти люди. которые спали в багажниках. Многие из них давно миллионеры. Ну, да. Вот такая вот. Не значит, что нам надо спать в багажниках. Но азиатское отношение к жизни оставляет на многие вещи посмотреть по-другому. Мы не азиаты. Мы всегда будем тут иностранцами. Это я прекрасно понимаю. Мне это часто говорят. Наши же. Соотечественники. Говорят, ну, мы же здесь. Да, мы же здесь. Мы всегда здесь иностранцы. Тональности мне так и не дались. Говорят, честно. Спасают английский язык. Который сейчас учат. Вьетнамцы чуть не с детского садика. Весь молодой вьетнам. Худо, бедно. Но как-то говорит по-английски. В Камбодже такая же история. Я как-то начала учить химерскую письменность. Я поняла, что я лучше это не могу. Я не думала, что я такой неспособный к языкам человек. О, красотища. Птицы. Цветы и деревья. Господи боже. Потрясающе. Да, птицы поют. Када-йога. Птицы очень много птиц. Барбершоп вот этот, кстати, отличный. Отличная штуковина. Чао. Мужчин стригут тут. У них четкое разделение. Парикмахеры, которые стригут мужчин, не стригут женщин. Ой, кафе открылось. Локало. Оно переехало. По-моему, оно было на севере. Ничего тут и нет. Ну и естественно. Вот такой вот город. Кошек тут все больше любят и кормят. Те люди, которые ели кошек. Ну, они, в общем, осуждаются. Сейчас тут модно и круто. У меня даже где-то фотографии выгуливать пушистого котика с поводочек. Вот котам можно без маски. А у нас штраф 2 миллиона за безмасочное ношение и хождение. Ну, поэтому практически у всех маска, если, ну, не прям вот на лице, то где-то очень-очень близко. Опа. Перестройка. Привет. Что-то тут прям конкретно перестраивают. Бывает. Вообще все перестраивается. Вот прогулялись мы с вами до светофорной отразделения. Фрукты работают. Ни в чем не бывало. Сапожник работает. Утки даже работают. Утки расширились. Кван-Ан-Хиен-Лун. Вот где-то Кван-Ан-Хиен-Лун. Там точно вечером есть утки. Мы их лежали больше на улице. Ну, что-то с разрешениями. Может, еще что-то. Но утки там есть. Крикша, граф. Как работало, так и работает. Ну, кстати, да, автобусов сейчас здесь практически нету никаких. Вот. Ну да, автобусы есть, которые ездят на заклет. И более или менее относительно нормально ходят двойка. Ну, а со всем остальным смотрите сами. Рестораны закрыты. Кого-то погромили там. Ну, я имею в виду какое-то заведение. А что это такое? Где-то лаврушка была. Ну, а вот, кстати, по-моему, лаврушка. Или около лаврушки. Ну, в общем, вот. Ну, вот как-то так все. Опа-на! Это была лаврушка. Больше... А все, идет перестройка. Ну, зато то, что строят, выглядит... Да, вот. Монументально. А кто сидел на тротуаре, продавал его, тот так сидит и продает. Ну, вот. Степень открытости и закрытости вы видите. Ну, все, закрыто. Пицца работает. Не впадайте в шоковое состояние. Почти вся улица закрыта. Третья линия, на которой работают. Ну, вот такие магазины работают. Ну, обычный магазин 7-9. Ну, все хорошо. Или не очень хорошо. Но, в общем, он работает, значит, это уже хорошо. Открыли ресторан Фо. По 35 донгов. А кого там кормить, пока не ясно. Очень милые люди. Чао! С тростниковым соком. Как он был здесь, так и остался. Синьцяо. Синьцяо. О, Синьцяо. А! Ой, все, мой. Я чуть ногу не сломала, або что? А потому что я не заметила ступеньку. Замахалась руками. Короче, делаем гимнастику, чтобы ничего не ломалось. Да. Прикольно. О, попросили купить мчужину. Весень, смешите. Так, сейчас.